Всем привет! Меня зовут Касаткина Дарья, и мы с вами снова продолжаем наш цикл «Негативные чувства». И сегодня мы с вами поговорим о ревности и постараемся понять, приходит ли ревность к нам тогда, когда действительно кого-то любят больше, а нас меньше, или все же нет, и ревность указывает нам на что-то другое. Ну, давайте вспомним наш собственный опыт. Вспомните, пожалуйста, когда вы ревновали, чувствовали ревность. Что с вами происходило? Что вы чувствовали? О чем вы думали в этот момент? Что вы спонтанно делали? Какие действия вы потом осуществляли сознательно? Ну и вообще вопрос, ревнивый ли вы человек? Считаете ли вы себя ревнивым или нет? Считает ли вас ревнивыми или нет? Пока вы вспоминаете свой опыт, я буду обобщать. Когда к нам приходит ревность, что мы чувствуем? В начале ранение и укол. Нам больно, нам неприятно. Кроме того, как и в зависти, мы чувствуем огромную несправедливость, но вместе с этим мы можем чувствовать ярость, злость, обиду. Что мы делаем, когда кого-то ревнуем? Точно так же, как и в зависти, мы начинаем наблюдать внимательно за другим человеком. Мы начинаем наблюдать за тем, кто вызвал нашу ревность, за объектом нашей ревности. Но, кроме всего прочего, мы начинаем смотреть и на наши отношения. А что произошло? Может быть, наши отношения стали хуже? Может быть, что-то уже давно изменилось, а мы этого не замечали? Ну и как в зависти, также мы начинаем либо обесценивать того, кто вызвал нашу ревность, либо отождествляться с ним, либо хвалить себя. То есть мы пытаемся восстановить нашу самоценность. Чего мы хотим в ревности? С одной стороны, мы хотим защитить наши отношения. Мы хотим заново увидеть их ценность и защитить ее. Но с другой стороны, поскольку нас ранили, мы хотим восстановить свою самоценность. И если мы перейдем к феномену, к самой ревности и посмотрим внимательно на то, что это такое, то мы увидим, что ревность – это зависть к отношениям. Она как бы нам говорит, ты заслуживаешь тех отношений, которые есть у этого твоего человека с другими людьми. Ты заслуживаешь таких хороших отношений, но у тебя их нет. И это очень тяжелое чувство. В нем мы теряем контакт. Теряем контакт с человеком, с которым мы в отношениях, потому что мы отодвигаемся, нам кажется, тут что-то не так происходит. Но также мы теряем контакт с собой. Мы теряем отношения с собой, мы начинаем думать о себе как о человеке каком-то недостаточно. Недостаточно хорошем, недостаточно интересном, недостаточно приятном. Но ревность, как и всякое негативное чувство, имеет свой смысл и свою цель. И ревность нам хочет показать два важных момента. С одной стороны, ревность указывает на ценность отношений. Она как бы нам говорит, посмотри, давно ли ты радовалась жизни? Давно ли ты веселилась в своих отношениях? Давно ли у вас была легкость? Давно ли у тебя было такое чувство? Хорошо, что я есть. И хорошо, что ты есть. И это так здорово, что мы здесь вместе, где-то рядом. Давно ли ты проживала близости, чувства в отношениях? А может быть, вообще отношения стали более деловыми или сфокусировались на быте? Это одна сторона, на которой указывает нам ревность. Другая сторона – это самоценность. Ведь в ревности мы очень часто обнаруживаем себя в той точке, когда мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, и мы не дотягиваем. И тогда ревность нас спрашивает, давно ли ты занималась собой? Хорошо ли ты себя знаешь? Давно ли ты ухаживала за собой, за своими ценностями, за своими потребностями? Потому что ведь, когда мы заботимся о себе, мы сами как бы расцветаем и тоже становимся приятны и интересны для других людей. То есть ревность снова заставляет нас посмотреть на нашу самоценность и справедливость нашу собственную в отношении себя. Относимся ли мы сами к себе справедливо? И теперь вопрос тоже. Ревность – очень сильное чувство, там может быть очень много ярости вместе с ревностью намешано. Как же все-таки с ревностью работать? И можно ли себе помочь стать менее ревнивым человеком? И здесь нужно работать по трем фронтам. С одной стороны, нам нужно укрепить отношения с собой, нашу собственную самооценку. То есть нам нужно заново себя увидеть и узнать, кто мы такие. С другой стороны, нам нужно снова развить в себе вот эту способность радоваться жизни и быть в отношениях, потому что со спонтанности и радости, собственно, в отношениях и начинается все хорошее. Но и с третьей стороны, у нас есть отношения с партнером. И здесь нам нужно как будто бы немного поменять нашу установку к партнеру, если она у нас какая-то слишком жесткая или не совсем персональная. Давайте начнем с первого пункта – укрепление отношений с собой. Здесь, можно сказать, три шага. Что мы можем сделать? Ну, во-первых, укрепить отношения с собственным телом. Казалось бы, такая мелочь, но мы очень часто о ней забываем. Мы иногда забываем поесть, не высыпаемся, носим неудобную одежду, и мы совершенно не спрашиваем себя, что мы при этом ощущаем. Нам это комфортно или нет? Чего бы нам хотелось телесно – поспать или вдруг внезапно побегать, может быть, как-то потянуться всем телом. Через такой контакт со своим телом к нам приходит чувствительность. Второй пункт – это эмоциональная чувствительность. Собственно, контакт с телом этому тоже помогает. Ведь мы можем понять, когда мы устали или сильно разозлены, но зачастую мы точно не можем сказать, в каком мы настроении, что мы чувствуем сейчас, что нам нравится, что не нравится, что нас тревожит. Контакт со своими чувствами позволяет нам, с одной стороны, снова стать ближе к себе, а с другой стороны, позволяет нам увидеть еще раз, что для нас важно, о чем сейчас наш момент, о чем сегодня наш день. Ну и третье – открыться своим мыслям и воспоминаниям. И тоже, казалось бы, это такая простая вещь, ведь мы все время внутри своей головы ведем с собой диалог, мы все время размышляем. Но можем ли мы посмотреть на свои мысли, как будто бы со стороны, и немножко им удивиться, сказать «Ух ты, интересно, а почему я это думаю сейчас? Почему я думаю именно об этом? А почему мне пришло именно такое воспоминание?» И, может быть, снова мы откроем о себе что-то новое и неожиданное. Например, думая о себе всегда как о человеке очень таком скромном и стеснительном, вдруг мы вспомним эпизод, когда где-то в какой-то компании мы пели караоке, и нам было прекрасно, и всем вокруг было прекрасно. И это какая-то новая грань нас самих. Такое обновление отношений с собой открывает нам путь к проживанию. То есть мы как бы уже сами не зафиксированы в моменте, а мы каждый раз немножечко новые, немножечко другие. Нам становится с собой интересно, у нас возникает диалог с собой, и тогда мы становимся интересными другим людям, когда мы интересуемся собой. Ну хорошо. Теперь второй момент – это укрепление отношений с ценностями, укрепление нашей способности чувствовать. Что можно сделать здесь? То же самое, как и в укреплении отношений с собой, нам нужно тренироваться в своей чувствительности, спрашивать себя, что мне нравится, что мне не нравится. Это очень просто. Буквально в каждом моменте вы можете это делать. Я пью кофе. Нравится ли мне его вкус? Приятно ли мне пить эту чашку? Или я слушаю песню. Как я к ней отношусь? Какие чувства она во мне вызывает? Восторг, удивление, грусть. Что я чувствую? Ответить себе честно. Можно даже задавать себе вопросы по поводу того, чем я занимаюсь. Нравится ли мне это? Ведь иногда мы боимся задавать себе такой вопрос. Нам кажется, вот я сейчас отвечу, мне не нравится. И что, мне теперь надо будет бросить то, что я делаю, свою работу, менять свою жизнь. Но нет. Вопрос про нравится для нас, это просто вопрос на признание того, что есть. Признание наших чувств. Мне это не очень нравится. Сейчас я бы не очень хотела этим заниматься, например. Но есть некие обстоятельства, из-за которых я должна сейчас делать там эту работу, это дело. Но видя себя, я принимаю себя всерьез. То есть говорю, да, они нравятся. Но потом я доделаю и сделаю для себя что-то хорошее. Ну и второй момент укрепления нравится – это праздновать. И тоже, казалось бы, это такая простая вещь, но здесь есть некоторые нюансы. Чем отличаются праздники от будней? В празднике мы отставляем всю работу в сторону. Мы не смотрим в мессенджеры, мы не открываем рабочую почту, мы не пытаемся там что-то доделать. Нет. Работа в стороне, и я занимаюсь тем, что для меня важно и дорого. Например, я провожу время с семьёй или друзьями. Я занимаюсь своими хобби. Я уделяю время самой себе, самому себе, читаю, отдыхаю, отмокаю в ванной, делаю что-то хорошее для себя. И таким образом празднование, оно немножечко забирает нас из вот этой круговертии будней и как будто бы обновляет нашу жизнь. У нас появляется время для самих себя, для того, чтобы оглядеться вокруг, посмотреть, как много всего интересного, хорошего в жизни. И это делает нас более чуткими, более мягкими, более эмоционально открытыми. Нам уже проще чувствовать радость, грусть, разные переживания. Но это и есть жизнь. Ну и третье, самое непростое, самое интересное, возможно, это укреплять отношения с нашим партнёром и менять к нему установки. Очень часто, особенно если отношения длительные, это могут быть разные отношения, как партнёрские, так и рабочие, дружба и так далее. Очень часто в длительных отношениях мы начинаем забывать о внутренней сути самих отношений и начинаем относиться немножко функционально. То есть мы ожидаем каких-то вещей от человека. Например, если мы коллеги, у нас есть пласт отношений, но есть пласт работы, и мы ждём, что он вовремя сдаст нам свой кусок работы, мы разговариваем о делах, и тогда у нас из фокуса внимания ускользает несколько важных вещей. Что именно нам нужно вернуть? Самое первое, хорошие отношения, это такие, в которых я могу просто быть для человека, и он может просто быть для меня. Это как друг или подруга, про которую мы знаем, что мы можем позвонить ей в любое время дня и ночи, и она нас обязательно выслушает. И такое отношение, такая установка, они просто помогают нам хорошо быть в этих отношениях. Второй момент, когда нам не всё равно, как чувствует себя другой человек, и ему или ей тоже не всё равно, что чувствуем мы. Это такая открытость эмоциональная друг к другу. Что она даёт нам? Взаимное доверие с одной стороны, но и сопереживание с другой. Вот это пространство чувства ценностей, оно между нами живое. Третий момент, какая хорошая установка, которая способствует хорошим отношениям? Позволить человеку быть самим собой. И это очень сложно, потому что у нас у всех есть недостатки, и какие-то недостатки других людей нам мешают. Например, с тем же самым коллегой он постоянно задерживает работу. И это часть его. И потом в последнюю ночь он нагоняет, дописывает и так далее. И просто сказать ему, ну да, я знаю, ты с Дашей это завтра, потому что сегодня ночью будешь работать, я подожду ничего страшного. Иногда это тоже очень укрепляет отношения. И последнее. В отношениях, в хороших отношениях у нас есть общий контекст, у нас есть общие интересы, общие цели, общие увлечения, общие ценности, но при этом это очень здоровая вещь, когда у каждого из нас что-то есть свое, и мы не мешаем друг другу в этом развиваться. У нашего партнера может быть какое-то хобби, которое мы не разделяем. Возможно, даже мы можем его не понимать, но мы не мешаем ему развиваться, не запрещаем ему ходить в театральную студию или играть на гитаре с друзьями и так далее. То же самое, мы берем такую же свободу себе развиваться и в отношениях, и в своем собственном направлении, темпе и ритме. И вот четыре этих установки, они позволяют нам создать прочные, надежные отношения, которые даже ревность не сможет поколебать. С другой стороны, я надеюсь, что вы пришли к этой мысли, что даже ревность может быть нам полезна, потому что она снова как будто бы направляет нас пересмотреть и укрепить наши отношения. И если правильно обработать эту ревность, мы можем сделать наши отношения лучше и наше самоотношение лучше. Поэтому, друзья, не бойтесь своих чувств, относитесь к своей ревности как к возможности получше узнать себя и берегите себя. До встречи в следующем видео. Всем пока!